всем доброе утро в лондоне у нас пахнет весной вчера уже было там до 16 градусов днем и я проснулась ненавна поэтому такой заспанный голос собираюсь на работу еще пару дел до работы хотела вам показать что я опять приобрела я думаю если вы смотрите мои видео мои пустые баночки вы не раз видели эти два продукта от керастаз один называется cement termic это общем такое молочко для укладки которая с термозащитой и помогает от секущихся концов в общем лечит их тоже очень мне нравится и вот такой вот серум я его люблю наносить что-то я наношу на влажные волосы это я наношу на влажные и иногда на сухие но я не наношу их вместе для тех кто растит волосы для поврежденной длины для секущихся концов тоже это серум состоит из двух таких помпочек серу и такой как молочко вот я его люблю наносить на сухие волосы на второй день например да он очень хорошо склеивает концы придает им блеск и вообще как бы я люблю наносить что-то на волосы так что да всегда их покупаю и вот купила себе замену собираюсь в душ сейчас буду мыть голову и вот такую вот взяла на работе маску для окрашенных волос киростаса из коллекции рефлекшн и смешивать я буду вот с таким вот продуктом тушь хроматик там написано кубрауна в общем это для того чтобы убрать рыжану в коричневых волосах и у меня нету никакой мисочки поэтому я мешала в такой вот кружке смирнов стаканчики вернее вот видите на такого сине фиолетового цветом что-то похожее на как назад фиолетовый шампунь для блондинок вот что буду сейчас это все наносить второй раз уже не скажу что прям супер как-то работает ну вроде как на работе заметили разницу так что да расскажите мне слышали вы таких продуктов или нет мне буквально на 15 миллилитров маски нужно где-то вот 10 нажатий помпы такого вот продукта и нельзя это хранить сразу нужно использовать так что я побежала я иду на работу но перед этим нужно сделать пару дел я несу жилетку и две куртки химчистку знам потому что я уже наверно вряд ли одену в этом году уже не так прям холодно тем более не из пальтишка так что да забегу в химчистку у нас есть есть очень классная химчистка прямо возле дома и потом забегу сдать кровь потому что я думаю вы помните в прошлом году если вы меня смотрите у меня была анемия нехватка витамина d так что вот у меня какие-то похожие симптомы поэтому я иду опять сдавать кровь и потом на работу вчера было очень классно на улице примерно 16 градусов сейчас вот уже я смотрю солнышко светит у нас так что да я пошла вершить великие дела я уже кровь сдала иду на работу зашла в пред взяла себе апельсиновый сок свежевыжатый витаминчиков блин 4 пробирки у меня взяли вампиры какие-то вот и кстати только что поняла что не накрасила глаза ну ничего пришла на работу немножко раньше надеюсь ну так что накрашу глаза у нас обалденная солнечная погода вот так вот я одета обожаю это пальтишко действительно воспользуйтесь скидкой 1000 рублей долгий стор если вы ищете себе какое-то крутое пальто оно безразмерное вообще шикарное моя мама тоже себе такое хочет так что будем выбирать и заказывать 2 2 пачки такие пачки купил он же обожрется потому что если одну смотрите пустим уже в магазин называется скидки смотрите скидки мы попросила купить корм коту он две купил на скидка же еще пять с половиной килограмм стоит блин вот этот вот корме уже выставляла в инста-сторис если вы следите за мной в инстаграм окана грасланс да оказывается даже не 4 килограмма опять только 5.4 представляете и сегодня у нас что какое число 25 февраля по моему а он действительно только до 9 мая короче где-то два месяца с хвостиком я так посчитала если 60 грамм где-то вот сколько ему нужно до дневная норма будет кушать там с горем пополам и 4 сидим а куда еще полтора килограмма девать вот так что начала им писать мне там девочка на в инстаграм посоветовала и чтоб я им написала игру давайте заберите и дайте мне но вы с нормальным сроком годности они сказали что уже вы пачку открыли поэтому мы вам вернуть не можем но предложили кстати диша тебе еще не говорила of price короче мне пол цены вернут он стоил по моему 44 вот они 22 рефанд сделают вернут деньги так что хоть на этом спасибо а эти полтора килограмма у нас знакомые есть тоже коты у них так что с ними поделимся вот и купили урина у нас была зеленая не знаю чем они отличаются кстати нужно с чикина там турки может было в общем вот такой вот у нас теску продавался для котят чтобы подмешивать потому что фабиан не очень охотно кушает вот этот корм и он воняет кстати рыбы какой-то хотя там прямые утка и гоненок и чё там только нет блин лучше и да чем у нас ну чё-то ему он не нравится вот поэтому мы давали ему паштетики тут пару дней и сейчас вот подмешиваем где-то там не знаю 50 на 50 потом 70 нового на 30 старого и уже надеемся что он перейдет на новый купили также мерку ну дишь покупал я не знаю мне вроде нету никакой мерки дома может от блендера что-то есть но я не помню такую вот стеклянную смотрите здесь у нас ну что мне вообще нету никаких мерительных штук у меня есть стакан вы его очень часто видите в видео где я готовлю 200 грамм вот по нему и ориентируйся теперь мне будет мерка в общем здесь кружки у унции как они до чайные ложки граммы так фокус просто столовые ложки и миллилитры вот такой классный так что но это будет для фабина чтобы измерять ему еду потому что после годика нужно уже кормить его он где-то там 45 килограмм по моему 60 грамм нужно в день так что да сейчас я пришла домой одишься не у нас был выходной что он уже вот подготовил салатик мне осталось посолить поперчить и заправить и здесь у нас готовится плов вот скоро будет готов очень вкусно пахнет прямо на всю квартиру и кстати в этот раз не стала снимать посылку по штамм все то же самое спасибо огромное родителям как всегда там хлеб сыр кучу кучу конфет и вот такую вот маску мне мама положила от марки nida я так понимаю это литовская увлажняющая маска для лица с авокадо и не знак вичу гималаю алейс масло гималайских колосков в общем что-то такое ну попробуем смотрите как красиво мой муж режет салат я бы хотела задать ему вопрос скажите пожалуйста дизельшот как научиться так красиво резать салат пожалуйста расскажи мне сера прошу мастер-класс вот он перцы так красиво режет я так не умею хорошо давай накладываем плов я кстати еще ни разу не пробовал плов готовить еще нашел у нас тут халяльный магазин рядом есть где батчерс там типа мясо свежее прямо на месте рубят вот так что он там покупает шейки да ты покупал шейки чего план баранина и говядина смотрите даже чили перчик есть но я не будешь любить или перчик как сначала нужно накладывать сначала мясо ли ты сначала риса сверху мясо вы дома всегда желтой морковкой доготовить очень вкусно так вкусно пахнет будем кушать завтра еще не на работа останется возьму с собой необычно на работу дохать и обычно на работу не берете с собой ничего у нас что там краш есть рядом при этом манджер starbucks пати серии в общем у нас там скидка есть поэтому где-то там за фунтов 5 можно покушать нормально сегодня вот уже салат кушал но когда беру еду из дома всегда вкуснее у меня дешевле естественно то каждый день 5 фунтов да я люблю морковку морковка очень вкусно получается это вот чекпиздает что горох нет ну короче какой-то горох а это нут вот я вспомнила мне горели это нут так что я признаю видите как полезно снимать видео потому что всегда есть люди которые вам подскажут исправят вас потом это очень хорошо в памяти откладывается блин как много морковки так классно блин кстати я слад забыла заправить я посолила поперчила кстати мама опять прислала мне эти вот приправы 5 перцев называется для мяса так фокус меня пожалуйста и прислала опять вот этот еще тут не закончила чеснок и перец роуст и так сказать поджаренный наверное так не нужно мне нужно кстати вот такой вот рис мы покупаем для плова синий long grain теско обычно и экстра вирджин оливой сюда оливковым заправляем салатик буквально чуть-чуть кстати начали смотреть новый сериал там играет тот же актер что и в ланцете не помню как его зовут в общем называется второе зрение на службе потерял зрение в общем интересно хоть хоть что-то смотреть потому что мы смотрим сейчас украинский голос взрослые русские детские но они там пятницу воскресенье и потом смотреть нечего так что да в общем мы идем кушать как это все вкусно выглядит всем приятного аппетита хочешь всем снова доброе утро в то же время в том же месте мне еще голова не до конца высохла и я выхожу из дома бегу на работу сегодня открываю салон смотрите что у меня в ушах сережки в кое-то веки решила одеть спешу на работу я не накрашена вот так вот да я выгляжу без макияжа и буду краситься на работе потому что приду лучше пораньше спокойно себе сделаю чайок и буду краситься также несу с собой мешочек с гостинцами для коллег там чайки мамин конфетки плов вчера тише готовы беру с собой на работу покушать погода у нас отменная в последнее время солнце вчера вообще там чуть ли не до 8 до 18 градусов было тепло днем вот так что весна 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 а я побежала не знаю как вам показать сегодня вот три недели с момента как я сделал заливку ресниц так ваш лифт фокус пожалуйста надеюсь вам видно вот мне только проведена ресничный корнер проведен тенями вот так вот они выглядят до сих пор еще подкручены и не вижу никаких растущих ресниц прямо как меня пугали что как лес будет лесоповал вот в принципе очень даже круто всем привет хочу немножко поболтать выдалась у меня пять минут сегодня день на работе сумасшедший как видите нахожусь в офисе столько ненужных посторонних шумов аж башка раскалывается короче очень визе я люблю когда бизина сегодня целый день full time receptionist была у нас еще был митинг в общем пришли мне сейчас новая фишка смс писать из поликлиники сначала мне сдавала кровь в понедельник сегодня у нас четверг значит вчера мне пришла первая смс что кровь тест на кровь показал что у меня анемия что мне опять нехватка железа мне прописали железо послали в аптеку чтобы я забрала потом мне пришла смс что насчет мы моей теста крови мне нужно сделать поймем с чипи в общем поговорить с доктором я позвонила и короче у меня началась паника потому что они сказали что у меня очень высокий сахар и и даже не просто мне так сказать мне просто сказали высокий сахар я бы может быть даже и не ну не запаривалась бы да но они мне сказали что мне преддиабетное состояние и тут у меня началась паника мне сделали а поймем только через две недели я решила позвонить попозже сказать нельзя ли как-то раньше потому что у меня как бы с папиной стороны у мамы был диабет и не очень хорошо это все закончилось вот но не сказали бы паникуете не устраивать истерику в общем буду ждать до 11 числа посмотрим сейчас получаю вторую смс что кровь тест на кровь показал что у меня нехватка витамина д и тоже мне прописали витамин д в общем повторяется история прошлого года но насчет сахара действительно как бы испугалась еще как раз посылка из дома пришла со сладостями но как бы я думаю что это никак не влияет скорее всего это все-таки стресс и также я читала что долговременный прием контрацептивов ну вот именно таблеток оральных контрацептивов как они называются в общем может привести к высокому сахару так что да буду ждать своего опоймента 11 посмотрим что же мне скажет доктор конечно очень шумно ну что и наступил тот день на я официально уволилась работа про то что две недели нужно отработать 7 1 марта не часки любит на работе зашла в краж взяла себе покушать ничего вдохновляющего вам сказать не могу но у меня с ним стата дня такая что нужно вовремя умеет закрывать скучную книжку уходить нелюбимой работы или как-то на и оставлять ненужных людей позади чего и вам желаю за тонировала волосы опять немножко потемнее сделаю маникюрчик такой вот у меня так фокус пожалуйста фокус фокус кошачий глаз у меня вот такой вот да я снимаю в туалете он такой серо-черный очень красивый мне нравится и форма опять как видите квадратная и да вот так вот я сегодня выглядела мои любимые штанишки это минт веловит по моему они такие укороченные немножко мои бутсы такая вот рубашечка из рейс вот и такую небольшую укладочку сделала теперь иду домой впереди два выходных завтра буду снимать для вас видео о покупочках хоть какой-то позитивчик хочу вам показать не знаю у меня утром бывает встаю и прямо от горят губы и видите красные пятна такие везде мне кажется что в этих местах у меня когда-то вот тут вот недавно был герпес да и не как будто воспаляются прям опухшие такие губы я не знаю на камере не так сильно видно но не очень красные расскажите мне что это может быть и как вообще с этим бороться и бывало ли у вас такое опять занялась сухой щеткой в общем массаж сухой щеткой на тело хорошо улучшать кровообращение насколько я знаю да помогает бороться с целлюлитом а мне еще помогает бороться с вросшими волосками так как я апеллирую ноги вот поэтому такая вот щетка она по-моему как кактусовая вот эта щетина она довольно таки жесткая так что здесь написано сто процентов фокус в общем это британский бренд эспа когда-то я работала в салоне где мы использовали эту продукцию вот очень удобная щетка довольно таки большая и удобно так вот на руку одеть и такими движениями к сердцу снизу вверх я это делаю все тело перед тем как это в душ я себя расчесываю расскажите мне пользуетесь ли вы такими щетками и нравится ли вам виден ли эффект или нет и вообще обалдею от своего маникюра посмотрите в любом свету он переливается кошачьи глазки очень очень круто выглядит только что закончила снимать видео о своих весенних обновках естественно как же мы без фабиана все контролирует свет проверил звук проверил надеюсь звук будет хороший потому что я подключила вот этот свой удлинитель и вот здесь вот у меня прикреплен микрофон так что надеюсь что все будет отлично слышно опять-то мы сготовил диша это у нас курочка с картошкой грибами с каким-то соусом какой-то такой интересный соус а куда ты положил приправу диша вот с такой вот он приправой chicken casserole выглядит очень-очень вкусно и естественно в фирменный салатик так что мы идем вкусненько ужинать всем приятного аппетита вот так фабиан у нас спит мы смотрим голос кушаем ужинаем а фабиан наигрался и спит пузом кверху , пау, 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 пау! ты 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 пау ты у